Вопросы и ответы Если в 77 книгах Священного Писания ничего не говорится об иношестве, то, может быть, апокрифы повествуют об этом? Ответ Если считать все, что написано монахами о монахах, тогда Евангелие просто ненужная и заброшенная книга будет Евангелие и монашество несовместимы изначально, а одно Слово Божие зовет на дело любви к ближнему – идти в мир Марка 16 И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари Иоанн 15 глава А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною Деяние 1.8 Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой И будете мне свидетелями В Иерусалиме и по всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли Вот Ни одно отделение Или касается отдел Миссионерский, который сейчас в патриархии Он не входит в эту цифру Никакой там силы нет Одна злоба, жестокость Хамство Это люди мира сего туда набиваются Вот ответ какой А другое Любыми путями, при любом несчастье Во всем и всегда ставить цель Войти в монастырь, ставстричься и там закончить безвыходную жизнь И это всюду будут трафаретно обмазывать словами Иноческие подвиги, иноческие труды, бисердевство Иезекииль 13 И разрушить стену, которую вы обмазывали грязью И повергнуть ее на землю И откроется основание ее И падет И вы вместе с нею погибнете и узнаете, что я Господь Я вижу, что это о монашестве речь идет Основания там никакого нет, кроме самости Гордыня и прелесть Больше ничего В том виде, в каком оно пошло Монашество нужно, когда один человек служит для Бога Без всяких обетов Не то, что упокаяться за то, что заблокировали столько сил в стенах монастырских Но они еще все время этими выдуманными подвигами хвалятся Выверяя их по своим рекордам и таблицам Но если по благодати То не по делам Иначе благодать не была бы уже благодатью А если по делам, то это уже не благодать Иначе дело не есть уже дело Так что монашество не есть это дело Там все на своем Кто кого сможет больше сделать, рекорд поставить Речь идет не о благодати Христовой А сколько ел, сколько пил Когда икра, когда рыба И в этом находили неслыханное наслаждение Как у харизматов нынешних Которые бьются о стенку В дребезги разнося ее А следующее собрание ждут не дождутся, когда оно придет Очень уж похоже все это Римлянам 10 Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге Но не по рассуждению Ибо не разумея праведности Божией И усиливаясь поставить собственную праведность Они не покорились праведности Божией 10 глава 2-й 4 стих Римлянам непереходима для монашества Это про монахов написано Житие Ксенофон, Пьян, 26 января Аркадий, спасшийся после кораблекрушения, говорит Что мне делать, я не знаю Помню, как мой отец всегда восхвалял иноческую жизнь Связанную с безмолвием И приближающую к Богу Итак, пойду в монастырь и стану иноком Он не сказал после кораблекрушения Буду делать то, что Христос повелит Помолюсь, Дух Святой скажет Нет, отец хвалил иноков Но если бы так доказывали сектанты Вы стали бы принимать это? Ясно дело, что пустое слово Продолжая идти Он встретил одного почтенного инока Украшенного сединами Человека святой жизни И прозорлився Первый раз видит И уже они его обклеили такими Эпитетами, ну как-то случайно Господь его на землю опустил Одну минуту Подошедший к нему Юноша припал к его ногам Лобызал их ноги И говорил Моли Господа мне, Святой Отче Так как я нахожусь в большом уныне И страдаю И вы заметите как Старец сказал Вне скорби ища да Брат твой, о котором ты скорбишь Так же жив, как и ты Все другие, бывшие с вами на корабле Хранимые Богом Спаслись от гибели и пошли в монастыри Ради иноческой жизни Вот что погубило христианскую веру-то А не мусульмане Мусульмане-то были бы христианами Если бы не монастыри не загубили их Брат твой Иоанн уже принял первое иноческое посвящение Будет время, когда ты увидишь брата собственными глазами Ибо услышана твоя молитва После чудесной встречи Все разлученные уходят в монастыри После этого ксенофон с подругой своей Просили святого старца постричь их Выноческий чин Рукою прозорливого отца Были пострижены ксенофонты Марии Им же научены иноческим правилам Вообще Евангелия нет Иноческие правила пострижения Это совершенно не евангельская вера-то Она против-против-против Евангелия Евангелие-то распространять Евангелие А кому распространять? За стенами сидят И как тут не быть мусульманом? Вот они, Среднеазиатские республики Вот он, Татарстан На 600 лет пришли позже Позже мусульмане завоевали мир Старец заповедовал им, чтобы они жили не вместе А каждая особа Спустя немного времени Они все разлучились Чем занимался монастырь? Разлучением Не соединением А мусульмане Те соединением занимаются Спустя немного времени Они все разлучились Мария ушла в монастырь Иночниствующих женщин А Иоанн и Аркадий Простившись с родителями Отошли со старством в пустыне Молодые люди Вспомните Варалама Исаафа Вся Индия обратилась Идут, упрашивают Руководи нами, царь Пошли отсюда Я пошел в пустыню Индия-то была христианская Варалама Исаафа Почитайте житие Макарий Александрийский 19 января Однажды преподобный Макарий Александрийский Пришел к Макарию Египетскому Который находился в скиту И вот когда они оба Отправились в путь И желали переправиться Через реку Нил То им нужно было Переправляться на большом пароме На который Зашли также два трибуна Тысяча начальника С большой важностью И наружным блеском Имеющие медную колесницу Конясь с вызванными узами И свиту из войска Оруженосцев и дружинников Из украшенных цепями И золотыми поясами Когда эти трибуны Заметили двух преподобных Старцев Одетых в ветхие одежды И стоящих в углу Они восхвалили Их смиренную и бедную жизнь И один из тысячников Сказал старцам Блаженны вы Пренебрегающие миром Макарий Александрийский Ответил Мы действительно пренебрегаем миром И над вами смеется мир Знай же Что произнесенное тобою Произнесенное не по твоей воле Но пророчески Потому что мы оба называемся Макариями То есть блаженными Умилившись этими Речами Макарий Александрийский А трибун По возвращению домой Соблег с себя Свои одежды И раздав свое имущество Бедным Избрал Своей волшебническую жизнь Все Еще один Сошел с дистанции Поэтому я говорю Что монашество В том виде В котором оно Сформировалось Принесло зло Больше Чем вместе взятое Мусульманство Коммунизм Фашизм Масонство Сотни раз Они погубили Христианство Слава Сербский 12 января Теперь облеченный Архиепископской властью Он решительнее Стал продолжать Дело насаждения В Сербии Иноческого Подвижничества По образцам Подвижничества Афонского Ну где В Сербии Где она в Сербии Что с нею В каком она виде Мы там были Сыганский табор Тогда в Сербии Было много Неустройства В деле веры Существовала И нечестивая елесь Богомельская Были остатки Изычества Много было Вообще разных настроений И порохов Среди христиан Среди христиан Так не проповедуйте Не говорите Люди неощищенные Грязи живут Ощищенные Через слов Были бы Кроль Стефан То есть король Первовенчанный Достиг старости И нередко Впадал в недуги Он имел Горящее желание Принять перед смертью Ангельский Обряд Постричься От своего Брата Саввы Но архиепископ Отклонил эту просьбу Говоря Что не настало Еще время Однажды Стефан Сильно заболел А святой Савва Находился В дальней отлучке Точно же Послали за ним Савва Немедленно Поспешил Больному Брату Но на дороге Встретил его Новое послание Сообщившее Что король Скончался Уже И незачем И очень Спешить В живых Его нет Но святой Савва Напротив Еще более Ускорил Свой путь Огорчаясь Тем Что он Не облег Во время Своего Брата В ангельский Образ И молясь Господа Сохранение Брата В числе Живых Понимаете Вот о чем Гитлер Стремился Раньше Умереть Потому что Вот 1 мая Тогда он Занимет Особое Господствующее Положение В этих Шрастрах Даниила Андреева Ну чем Это Отличается По своему Теперь Постригают Его Ну что Постригают Зачем А чтобы Там Другой Щин Был Ангельский Ну понятно Что ты не Трудился Ничего Нет У Господа Другая Мерка Что ты Трудился А не то Что над тобой Манипулировали Здесь Рот Тебе Зафиксировали В рот Положили Полумертвому И что же Когда Савва С горящей Молитвой Приблизился Ко друг Брата Он Нашел В нем Признаки Жизни И Стефан Немедленно Очнулся Возрадовался Святой Стефан Облег Стефана В великий Ангельский Образ С именем Симеона И воздал Ему Предсмертное Целование Краль Степан Выночистый Симеон Тихо Почил На руках Своего Брата Святого Савва Сверхтого Для отечества Своего Он приобрел Много Святых Мощей Из Церковной Утвори Вот откуда Это кости Переносят Раскапывание Кладбищ Сейчас Торгуют Они Чемоданами Кости Везут Костницы В Афоне Там где Щерепами Украшивают Разные рисунки Делают Прибежище Защиту Он нашел Своего Дяди Архиепископа Саввы Который Убедил Его После Бурной Мирской Жизни Искать Успокоение В жизни Еношинской Бурной Что это такое Как правило Это женщины И войны Крови Море Вот это Значит Бурная Жизнь Ну а теперь Уже Полумертвый Теперь Одежду Меняет И у всех Мнение Такое Что в той Вечной Жизни Он будет По другому Одет Тоже Но другими Командиром Будет Родослав Пострижен Был Самое Выночисто Под имя Иоанна И подвязавшись Недолгое Время Скончался Сколько людей Которые Никто Не проповедовал Еще там В Сербии Одни Саганье С любовью Смирением Он искал И принимал Поучения Отмолчальников Поучения Отмолчальников Ну как Знаками Только Размолчальники Подвижничество Которых всеми Прославлялось Как совершеннейший Путь Ко спасению Ну и кто будет Слушать Ну найдите Что молчать Это не просто Путь Совершеннейший Хотя он Антиевангельский Идите по всему миру Это никто не отменял Феодосия Антиохийская 11 января Слава О подвигах Преподобного Феодосия Распространялась Все больше и больше И многие Посетители Стали выражать Желание Поселиться Около Блаженного Подвижника Чтобы подражать Житию его Не идти Не проповедовать Не искать Новые народы Нет Монашество Все это Отрубило Принимая их Святой Феодосий Обратил Свою пустыню В подобие Небесной обители Кто Обидел Небесную обитель Как можно Сказать Что в подобие Симеон Пещерский Суздерский 10 мая Этот Блаженный Симон Принял Образ Иноческий В святом Монастыре Печерском Подобно Небу Украшенному Святыми Подвижниками Как умеют Расписывать Как бы Звездами Мысленными Луною И солнцем Ну как Язычники Понимают Так все И описание Такое Несмирение Перед заповедью Божьей Вообще Ее не существует Рассеявшись Ходили благовествовать Деяния 84 Пошли Нет Вера ваша Прошла И вы начат Акахаи Ничего Нету Ничего Все вместе Монастыри Вместе взятые Не стоит Одного дня Апостола Павла Поступив Монастырь Симон С прилежанием Считал Повести О житии Прежде бывших И Богу Угодивших Святых Откуда Известно Что угодили Благочисленных Как многочисленные Звезды на небе Вот сколько проповедников Погубили Никто не пошел Поэтому сегодня Все что естественно Приходит мусульман На смену христианства Это совершенно нормально Этого хотели За это боролись И на это напоролись Теперь будут взрывы Убийства И радость Когда у мусульман Кто-то подрывается Идет на это дело Сам себя взрывает То родители Когда получают известие Что ваш сын Себя взорвал в автобусе Они не плачут Они радуются Они поздравляют Что один еще у них Мученик есть Подвиги В подвигах Святого Антония Просветившего всех Подобно солнцу Как можно просветить Молчальник Светом добрых дел своих Какие дела Когда сидит За монастырскими стенами И его Равноангельному Житию Подражал преподобный Симон заинствовал Равноангельное Безмолвное Житие То есть Перед чем Не останавливаться Равноангельное Равноангельное Минадора Минадора 10 сентября Для своего Местопребывания Святые девы Сбрали один Высокий И пустынный Холм О том Как добродетельна Была их жизнь Можно судить По самому Месту Их пребывания То есть В норе Жили они Ну Норвы Пещерное Христианство Принесли И можно людей Так обольстить Поэтому Евангелие Спрятано было Его не считали Не знали Евангелие Была Раскубарила Эти горы А зачем Не надо Мне одному Хорошо Действительно Хорошо Феодосий Пещерский 3 мая Спустя Некоторое Время Блаженный Варла Начальник Братьев Пещерников Был назначен Князем Изяславом Игуменом Монастырь Святого Великомученика Дмитрия Князь Назначает Князь Ну кто Князю Угоден Который Говорит Что-то против Он его Зачем Ставить Будет Праведник Светет Как Пальма Возвышается Подобно Кедру Наливания И Действительно Подобно Тому Как Семя Благодатью Божией В доброй Польше Приносит Плод Во сто Крат Так И Святой Пеодосий Увеличил Число Братьев Пещерников Так и Называется Это Взятые Житей Святых Пещерники Пещерное Христианство В Пещерный Век Сдвинули Все Монахи Братьев Пещерников Увеличил То есть Заблокировал Ни один Не пошел На благовестие А мусульмане В это время Плодились И размножались Так Когда Случилось Что Кто-нибудь Из Несижательного Его стада Ослабевал Духом И уходил Из монастыря Тогда Преподобный В великой Печали И скорби Об ушедшем Молился Со слезами Богу Чтобы он Возвратил Назад Отлучившись От его Стада Овцу Так Он молился До тех пор Пока ушедший Не возвращался А куда он пойдет Специальности Нет Взяли его Так Крестьяне Возами Везут Их кормят Некоторые Монастыри Держали свое Хозяйство А если бы он Пошел И стал Благовестником Я думаю Даже Пещерный Этот Феодосий Он бы не стал Его просить Назад Если бы тот Показал Плоды Вот сколько Людей Обратилось Посмотрите Сколько Через Степана Пермского Николая Японского Иннокентия Вениаминова Макария Архимандрита Алтайского Глухарева Если его показать А что покажешь За тысячу лет Пять человек Всего только Пять Больше нету Игнатий Ростовский Чудотворец Это 28 мая По новому 10 июня Это мой святой Я родился Меня в этот день Назвали Был в Ростове Искал его мощи Нигде Никто Даже никто Не знает Даже епархия Не знает Убедившись В суете Мира Сего Он Отрекся От мира И принял Пострижение В монашество Так как он Проводил жизнь Весьма добродетельную То был назначен Первоначально Архимандритом А потом Епископом Города Ростова И что интересно Его не хоронили Сразу в храме Оставили его И все И кроме этого Он попросил Кого рукополагал Списки положить С собой В гроб Или он боялся Чтоб кто не узнал Что он виновен Каких наставил Или действительно Были хорошие И ранее Стридонске 15 июня Когда путники Прибыли в Нитрийскую пустынь И встретил Епископ Исидор С бесчисленными Толпами монахов С бесчисленными Толпами Заблокированных Где ни одного Проповедника нет Для сожитель Жительства Паломников Решивших Остаться Вифлееме Павлой Предпринято Была Постройка Монастырей Женского Мужского Последним Настоятелем Блаженный Иероним Павлой Затем Построено Было Еще два Женских Монастыря Стройка Продолжалась Около Трех лет Все это Время Павла С девственницами И блаженный Иероним С монахами Прожили в Малоудобных Помещениях Сам блаженный Иероним Жил в пещере Находившейся По соседству С пещеры Рождества Христова Иларион Новый 9 июня Его счастная Святая душа Та же как и Виденная им Душа Феодора Была Тесена на небо Ангелами В лике Святых Исповедников Предстоит Ныне Перед престолом Слава Отца и Сына и Святого Духа Единого Бога В Троице Которому Восстывается Слава Во веки Вот так говорят Как будто бы У них все это на руках Никто ничего не знает Никто 1 Коринфянам 4-5 Не судите Никак Прежде Времени Никак Не канонизировать Не предавать Анафеме Паисий Великий 19 июня И вот Боженный Паисий Наставляемый Подобными Поучительными Беседами Возгоревшись Еще больше Любовью к Богу Решил Все сказанное Ему Исполнить В точности И действительно В продолжении Стерлых трех лет Он с отчаянием Сверлил заповедь Не смотреть На чужие лица С прилижанием Предался чтению Божественных книг Неизвестно каких Непрестанно Внимая Слову Божию И наставлением Его Преподобный Жестарец Памбо Видя его Преуспевающим Радовался Такой добродетельной Жизни Его в Боге А отечественно Наблюдая за ним Он руководительно Вел его На дальнейшие Подвиги И благочестно Наставляя На всякое Благоугодное Дело и познание Скоро садяло Искуснейшим Из иноков Поститься Молиться Там не спать И прочее Ни слова Благовестия Нигде Ни у кого Это другое Совершенно Общество Не имеющее Никакого отношения К Евангелиям Нет нигде Евангельского Ничего А если не Евангельское Павел говорит Подвязайтесь Единодушно За веру Евангельскую Не за монашескую Не за иноческую Алипий Столкни 26 ноября Ввиду того Что Многие из них Поселились Тут же при нем Святой Повелел Устроить Два монастыря Мужской И женский Один по Одну сторону Столпа А другой По другую Сам же Стоял на Столпе Посередине Просвещая Оба монастыря Своим Учением И примером Своей Ангельской Жизни И защищая Их Своими Молитвами Алипий Дал им Законы И уставы Иноческого Жития То есть Совершенно Ничего Об Евангелии Нет Повелел Тщательно Блести Себя От козни Бесовских А может Как раз В них И вторгнул Их Притом Женщину Он Особенно Заповедовал Никогда Не показывается На глаза Мужчин Вот Какая Тварь А везде Она где-то Проникает Господь Почему же Об этом Так не учил И вокруг Него Женщины Благочестиво Служили Самому Христу И Павлу Прискила Акила Андроник Июня Ну все Говорит о том Что все Не по Евангелии Не показывается На глаза Мужчин Даже Иначе Они кинутся На вас Жеребцы Посылает Монаха Инока Своего Воды Приходит Отче Я согрешил Как Ну там Я пришел А женщина Берет Воду Ну и что Сразу И уже Согрешил Ну какое Там Обращение Или что Походливое Старо Самцов Мать Преподобного Была в саде Деканисы И хотя Жила по-иночески Однако Не хотела Постригаться Одно и то же Быть Деканисой Или на кине Говорила Она Сын Неоднократно Молил И облечься Выноческое Деяние Но она Не слушала Его Пока не Получила Указания На это В ночном Видении Не в Евангелии Ничего Ночное Видение Это Главная Движущая Сила Монахов Тогда Она Уже Сама Стала Просить Сына О пострижении Ее Выночество То есть Ни Дух Святой Никто Не решает Он Ее Долбил И долбил Наконец Одежду Другую Надел А что В ней Изменилось До Сефеи 19 Севраля Юноша Действительно Был Родственником Одного Воеводы Живший Доселе Среди Богатства Привыкший К изнеженному Образу Жизни Он Никогда Доселе Представляя себе Что такое Монастырь Юноша Отвечал Возьмите Меня Отведите В какой Либо Монастырь Сам Я не знаю Куда Идти Некоторые Из воинов Сопровождавших Юношу Особенно Уважали Аву Серида Посему Они Пришли В его Монастырь Вместе С тем Юношей То есть Офицер Молодой Пришел А дальше Над ним Будут Выкамуривать Аву Дорофея Там Все это Написано Он Пожелает Знать Евангелие Они Охлупят И все Не тебе Знать Зачем Евангелие Знать Считайте Их Жития Амон 4 октября Амон Пошел В городе Трийскую Как будто Добывают Что-то Селитру Какую-то И стал Иноком И мнимая Жена Его Оставшись В доме Своем В скором Времени Собрала Множество Девиц И уневестила Их Христу А сама Стала Игумени Над ними Ни один Никуда Не идет Это все Вопреки Заповеди Христовой Вопреки Повелению Духа Святого Вы будете Мне свидетелями Сидите Ждите Пока Не обречете Силой До края Земли В монастырь Больше Никуда И это Такое Ослепление Как Памарок В голове По сегодняшний День Масульмане В мозги Вправят Спиридон Никодим 31 октября Всякая Душа Озаренная С высшей Благодатью Бывает Проста В ней Нет ни Лукавства Ни Лести Она Сосуд Жилища Самого Бога Посему Апостол Говорит Немощная Мира Избрал Бог Что Постромить Сильное К числу Таких Избранных Принадлежал И преподобный Отец Наш Спиридон Сей Блаженный Происходил Из некоторых Селения Он Не был Научен Книжному Искусству Какое Слово Не Евангелие Книжному Искусству Не был Силен В слове Но был Велик Своим Разумом Духовным И Богоугодными Делами Имея В своем Сердце Страх Господень Начало Всякой Премудрости Он Пришел В Печерский Монастырь И стал Вести Здесь Суровую Иноченскую Жизнь То есть Бесплатный Работник Безотказный Не зная Грамоты Он Начал Учиться Книжному Искусству Хотя Уже Не был Юн Литами Все Все Богодухновенные Псалмы Давида Он Твердо Изучил И знал Их На память На память То есть Святой Подвижник С неослабевающей Ревностью Подвязался И заботился О спасении Души Своей У него Был Доблагочестивый Обычай Всякий День Он Воспевал Псалтырь Давыдову И не Переставал До тех пор Пока Не кончал Ее Всю В тот же Самый День Все Подвижники Святой Благоугодно Работали В течение Тридцати Лет Чисто И непорочно Исполняя Своё Послушание Печенье Проспор Посему Представившись Добрым Исповеданием Они Насыщаются Славой Божией Которые Зрят Не в виде Приносимого Хлеба Но Лицом К лицу Волна Вдохновения Не слышится Пения Того Что Написано Прежде Прелость Привычная Скрыта Под пеной Под тёплой Зимной Одеждой Грация Образа Мысли Слога С сегодняшним Новым Ацентом Ни шагу Без слов Что не Спосланы Богом Ни малого Даже процента Молитва Отвечена Чётко Завешена Мысли Волной Набегают Ангелы Светлым Развеяны Лешие Эфирное Зло Под ногами Не спрашивая Как и откуда Сравнение От Бога Ли этот талант Амнистия Мысли Слова Эти Пленные Спокойников Сорван Был Плат Едва Успевает Писать Карандаш Волна За волной По строчке Над качеством Слова Священная Страж И арифмы Что за Испокойщикам По-новому Видится Что знакомо И считано Тысячу раз Открытое Око Кусочек Отломит От слова Пророка И не для Прекрас Инъекция Прошлых Годов И столетий Пытаемся Труп оживить И видишь Не небо Мы в храмовой Клетке Мы пойманы Нас и не надо Ловить Быть может Чуть-чуть Затрепещут Ресницы Поднимутся Веки Встряхнет Душа Реальная Страшная Может присниться Как будет Злодейству мешать А одним Вдохновением Суметь Передать Какие мы Все же Негожи Сумели же Библию Вовсе Придать Остаться С ободранной Кожей 28 сентября 2003 года Вот я Закрываю То убираю Это надо Убрать Отработанное Фак Здесь Теперь Сколько Там у нас Будет Как раз На 10 минут Вот